Добрый день! С вами снова я, Марина Морлок. На прощание снимать решила я свой буженинерский кон. Вот тут вот я жила, вот тут вот я жила, в этом въезде я жила, вот сейчас на прощание сниму, вот тут вот я жила. На четвертом этаже я тут жила, все. Вчера мы не смогли за один раз перевести все свое барахло, так как парни были как жопы, они что-то скафы не смогли нормально разобрать и запихать в машину. На самом деле это потому что типа разборка мебели у них там дополнительно оплачивается, и вот видимо они вот-вот принципиально не стали это делать, так как типа мы не договаривались, что у нас будет разборка мебели, они думали, что мы сами разберем, а я понадеялась, что и так пройдет. Ну, говорю, там где я сейчас живу, там очень маленькие узкие дверные проемы, туда неразборная мебель не пройдет, надо было ее заранее разобрать, но что-то мы недопетрили как-то. Ну, в общем, все, я съезжаю отсюда, отсюда вот, и вот решила запилить видосик. Вот тут какие-то такие вот леса, вот такие дворы, еще осенью тут особенно как-то, осенью что-то особенно не очень как-то тут. Блин, я забыла мусор взять, надо было мусор взять в 20 дней, потому что я забыла про него. Вот это машина разбитая стоит, такой вот видос с вами Марина Морлок, заключительный видос, видосос. В общем, вот тут вот стоит эта разбитая машина, кто-то ее в говно не наступит, кто-то ее разъебенил вообще напрочь. Собственно, у меня еще что-то фотографировалось на коне нее пару лет назад. Да, не прошлом лету, а позапрошлом. А сейчас она что-то совсем. Сейчас с вами Марина Морлок, машина тут совсем уматная, какой салон уматный. Бутылки там свободны, в общем, догнивает, а кто? Ретро-автомобиль, а цвет такой приятный. Видимо, сломался и некому было его убрать. Там что-то собаки лают, петухи кричат, деревья гнутся, собственно. Это соседний дом, там красивые цветники были. Тут еще там какие-то. Усты. Вот это меня почему-то первый раз по приезду сюда, вот это меня очень удивило. Вот эти вот какие-то лужи. Я думала, что тут можно пройти к лесу как-то, но что-то особо тут и не пройдешь. А если пройдешь, то лес какой-то такой темный, какой-то такой мрачный, собственно. Мрачно-рачный. На помойке растут цветочки, какие-то ноготки. Они растут везде, но только у нас на даче почему-то они растут. А так везде, в остальных местах они растут. Деревья голые. Вот как-то все вот так вот выглядит весьма печально. Весьма грустная печаль. Вот тут висят пальтички на помойке. Не нужно. И вот, собственно, все вот какое-то такое. Вот там интересные балконы на краю. Огороды. Ну, в общем, вот буженина, вот чувствуется, что это такая сельское место. Все-таки чувствуется, что это сельское. Ну, там, где я живу, тоже я не скажу, что я переезжаю в мегаполис. Тоже там, тоже старые дома. Но все-таки там чувствуется, что город, а тут сельское место. Пойдем, я тебе сейчас дам поздравить. Лис-ка-сы, пошли. Я же тебе уже давала. О, бем-бус. Я же вам давала уже. А тут они ему пронесли очень большого такого катарыша. Прямо с там толчистого. В руках он несет. А мы его, блин, хрен понесешь в руках. Он вырывается, что есть силы. Что, уже ремина облетела. Вот, что вы нахерам. Вы видите? Вот, блин, корм насыпан. Ну вот. Что вы? Странные кошки-то очень странные. Прямо с утра насыпала корм. Что вы не жрете? Он тут с утра лежит, но они просто почему-то его не видели до вот этого момента. Недели только сейчас. Ну ладно, кошку я покормила. Пойду к магазину. Куплю себе дезодорант, а то я боюсь потеть. Потому что там, где я тебе живу, там мыться, как бы, очень затруднительно. И, в общем, короче, нежелательно. В общем, я снимаю на прощание. Вот, что тут остается. Вот я вот. Мы уезжаем. Мы отсюда валим. Блин, тут жарко. Я в пальто. Жара вообще нереальная. Тут очень тёплая квартира. Вот это её большой плюс. Она не то, что просто тёплая. Обратите внимание, балкон открыт, холодное остекление. Жарко вообще пипец. У меня аж пот стекает по спине. Мне пришлось пойти купить дезодорант. Неохота наступать. Сейчас всё грязно будет. Я тут подметаю. В общем, вот тут вот остается пятый угол. Остается потолок. Провисла одна ламель. Потому что это половинка. Остается люстра. А я не остаюсь. Цветы забираются. Шкафы разломались. Что-то разломалось. Что-то разобралось. Что-то получится собрать. Что с чем-то придётся проститься. Коробка остаётся. И, собственно, всё. И кошек уже тут нету. И без кошек тут как-то тихо. И эхо. И эхо. И какое-то недоброе эхо. Хотя на прощание солнце как-то светит. Отчего ещё жарче становится. Ну, как-то чего-то нет. Я жила тут нормально. Я прожила тут много лет. Особо не болела. Ничего такого особо плохого не случалось. Так что всё в порядке было тут у меня. Ну, мне бы хотелось бы больше. Мне хотелось бы большего, лучшего. Мне хочется выше, сильнее. В общем, тут вот всё. С кухни уже всё убрали. Осталось холодильник вынести. Тут мои остались браслетики. Осталось питьё. Вот это мне не нравится. Я его положу. Вот это возьму. Это плата. Ключи. Холодильник надо отключить. И там собираются дожди. И капли на ветках висят. И витражное окно. И всё это остаётся. А я уезжаю отсюда. Сегодня уже, я думаю, навсегда. Единственное, пока ещё нужно будет поездить на работу. А что дальше будет, я вообще не знаю. Не в курсе. Я тут даже так и не повесила, сколько я жила. Я так люструю не повесила на кухне. Потому что я всё время думала, что возможно уеду. И вот теперь я действительно уеду. В общем, спасибо всем, кто меня смотрел. Ставьте лайкосики. Не забывайте подписываться на мой канал. Смотреть мои видосики. Полотенца не забыть бы. Толерантное полотенце. В общем, не забывайте обо мне. С вами была Марина Морлок. И вот у зелёной квартиры уже официально новый владелец. А скоро будет и физически. Потому что всё, сегодня я выезжаю отсюда вместе со своими кактусами. Шкафчиками и всем остальным. С вами была Марина Морлок. Всем счастливо. Всем пока-пока.